всем привет вы на канале вяжем дома и в этом видео я хочу показать как связать вот такую вот ажурную резинку спицами эта резинка вяжется очень просто форму держит хорошо она достаточно эластичная вяжется на базе резинки вот у меня здесь связано 3 на 2 3 лицевые 2 изнаночные вот так вот она смотрится с изнаночной стороны будет прекрасно смотреться на изделиях на плечевых изделиях вот даже если да манжетик сделать с такой вот резиночкой и кажется красота ее можно вязать по-разному вы смотрите между вот этими дырочками вот здесь у меня побольше просто лицевой просто резинки связано 3 на 2 лицевых столбиков побольше идет а вот здесь поменьше и резиночка смотрится сейчас поближе совсем уже по-другому смотрится она подойдет и как самостоятельный узор и как резинка для любых изделий также я видела что вот таким вот образом связано шапочка то есть сначала вот как у меня здесь идет эта резинка то есть но не столько побольше идет вот примерно 7 сантиметров и дальше переходит на обычную резинку 3 на 2 и вяжется дальше шапка тыковка и закрывается макушка как у обычной тыковки смотрится просто изумительно то я просто в интернете видео фотографию вот так вот она была связана кстати вот кому интересно отличная идея для девочек если связать также вы можете вот это место регулировать также можете ее вязать там 3 лицевых 1 изнаночная можете 3 лицевых 3 изнаночных это все на ваше усмотрение если вязать вот так идут 3 лицевых и между ними 2 изнаночных то для этого вам нужно набрать количество петель кратное 5 плюс 2 петельки для симметрии плюс 2 кромочные вот я не начинается с 2 изнаночных вот 2 изнаночные 3 лицевые вот это раппорт в конце для симметрии также идут 2 изнаночные и 2 кромочные петли если вы хотите вязать по кругу то набрать количество петель просто кратное 5 и все я набрала здесь 19 петель и мы сейчас будем вязать с вами первый ряд первый ряд вяжется следующим образом кромочную петельку сняли вяжем 2 изнаночных 1 2 3 лицевые 1 2 3 опять 2 изнаночные 3 лицевые повторяем 2 изнаночные 3 лицевые в конце петельки провязываем для симметрии 2 изнаночные и кромочная петля также изнаночной переворачиваем вязание вяжем второй ряд второй ряд вяжется по узорам хромочную петельку сняли у нас идут лицевые значит и вяжем лицевыми 2 лицевые дальше идут 3 изнаночных их вяжем тремя изнаночными опять 2 лицевые 3 изнаночных так вяжем до конца ряда последнюю хромочную петельку мы провяжем изнаночной петлей так все немножко у меня осталось третий ряд в третьем ряду сейчас мы будем вот перехлёстки вот такой вот небольшой делать третий ряд вяжется следующим образом 2 петельки изнаночные идут 3 лицевые их также вяжем тремя лицевыми и затем вот это вот первую лицевую петлю нужно набросить на следующие две петельки берем так и перебрасываем все вот таким вот образом дальше опять 2 изнаночные 3 лицевые 1 2 3 и вот эту вот первую петлю также набрасываем на эти две раз и все опять 2 изнаночные 3 лицевые вот это вот первую лицевую набрасываем на следующие 2 2 изнаночные кромочная петля изнанкой вот так вот у нас повторяется получилось что в каждой лицевой дорожке мы сократили петельку сейчас мы ее прибавим при помощи накида в следующем ряду это у нас получается четвертый ряд кромочную петельку снимаем 2 лицевые теперь смотрите нас и тут вот эти две петельки мы вяжем 1 изнаночная накид 1 изнаночная все у нас их опять три стола я повторяем 2 лицевые 1 изнаночная накид изнаночная повторим 2 лицевые изнаночная накид я делаю от себя изнаночная 2 лицевые кромочная петля изнанка все вот мы провязали у нас вот так вот получилось теперь дальше я продолжаю вязать повторяя с первого ряда дальше у нас идет опять 2 изнаночные 3 петельки лицевые 2 изнаночные 3 лицевые так вяжем до конца ряда это первый ряд второй ряд вяжем по узору все я провязала еще два ряда и в этом ряду мы опять делаем но первую петлю набрасываем на 100 на 2 сейчас покажу 2 лицевые опять 3 ой 2 изнаночные 3 лицевые и как бы петельку набросили вот нас вот это образуется так что вяжем с 1 по 4 ряд если вы хотите чтобы у вас вот здесь вот было побольше лицевых петель то вот в этом ряду можно еще ряд просто по узору провязать и следующий по узору и потом вот сделать вот этот вот нахлёст петелек тогда у вас между дырочками получится больше петель больше рядочков то есть вот так будет смотреться я сейчас показала вот это вот вязание это будет вот так вот выглядеть надеюсь все было понятно видео и узорчик вам понравился не забывайте подписываться на канал если есть какие-то вопросы задавайте в комментариях постараюсь всем ответить всем пока